Друзья, всем большой привет! Я очень рада видеть вас на своем канале. Сегодняшнее видео будет очень расслабленное, оно будет очень простое. Это видео, посвященное покупкам в марте. И это всякие подарочки, покупочки. То, что я купила себе, например, по подарочным сертификатам на 8 марта. Сделала какие-то покупки, которые очень давно хотела. Я очень надеюсь, что вам понравится это видео, потому что здесь будет много интересных вещей и продуктов. Также подписывайтесь на мой канал, на мой инстаграм. Мне очень важна ваша поддержка. И большое спасибо тем, кто меня уже поддерживает. Давайте, наверное, начнем с того, что стоит за моей спиной. И что я купила буквально на днях, а то есть вчера. Я, наконец-то, купила себе духи Hermes, которые я так давно хотела. Если бы вы только знали, я очень люблю запахи. Я очень люблю ароматы. И те, кто меня хоть какое-то время смотрит, я, наверное, уже говорила в нескольких видео о том, что я безумно-безумно люблю разные ароматы. На данный момент у меня небольшая коллекция ароматов, а точнее ее нет. Это буквально 2-3 аромата, которые уже закончились. И я, наконец-то, купила себе запах, который, как я считаю, он мой, он мне подходит, он очень органично со мной сочетается. И на данный период, на данный момент он мне очень нравится. Это, знаете, из той серии, когда ты нюхаешь-нюхаешь, ты не можешь никак нанюхаться, ты не можешь насладиться, ты не можешь удовлетвориться от того, что тебе так хорошо. Обычно, когда я покупаю какой-то аромат, я погружаюсь в его создание, как его создавали, из каких ноток он состоит и так далее, и так далее. Данный аромат называется «Сады Средиземноморья», и он мне понравился больше всех. Я так понимаю, что у Hermes есть целая линейка этих ароматов. Серия посвящена различным садам, видимо, в различных уголках земли. И конкретно этот называется «Сады Средиземноморья». Это волшебный запах. Сразу дисклеймер о том, что у меня страшные ногти, страшные руки сейчас, потому что я себе заработала химический ожог, и поэтому, если они попадут в кадр, я дико извиняюсь. У меня, когда я его нюхаю, просто голова начинает кружиться от того, насколько мне хорошо. Я уверена, что он понравится не всем, хотя я не знаю, как он может не понравиться. Я люблю такие сложные ароматы, я люблю такие древесные немножечко ароматы. Мне безумно он нравится. Может быть, позже я покажу вам также несколько моих фаворитов, потому что они все абсолютно разные. У меня, знаете, духи на разное настроение. И эти духи сейчас у меня будут точно на каждый день, потому что это, кстати, не парфюм, это туалетная вода. Это восхитительно. Достаточно дорогая туалетная вода, как я считаю. Без скидок вот этот вот флакончик в 100 миллилитров стоит 10 тысяч рублей. Я купила его за 4 500 с учетом скидок и с учетом подарочных карт, которые мне подарили. Спасибо большое маме. Он стоит тут. Извините, я часто задерживаюсь на каких-то вещах, очень долго говорю, потому что я могу говорить бесконечно о том, что мне нравится, что я люблю. Я стараюсь как-то держать себя в рамках, но иногда не получается, поэтому я очень извиняюсь. Покупка, здесь мы уже быстренько пройдемся с вами по уходу. Это сыворотка от Estee Lauder, которую я вам уже показывала. Я купила второй флакон, потому что мне она очень понравилась. Буду продолжать ее тестировать, буду продолжать пробовать. Мне она очень, если честно, нравится. В золотом яблоке у нас большая-большая скидка, поэтому супер выгодно взять 30 миллилитров, если вы живете в Питере или в Москве. Если у вас есть скидки в золотом яблоке, то обратите внимание на нее. Следующая покупочка это крем от Colorance, который предотвращает первые признаки возрастных изменений, по-моему, это ночной крем для нормальной и комбинированной кожи. По-моему, даже было написано, что он для нормальной и жирной кожи. Ну, жирной или комбинированной кожи. Мне безумно нравится этот крем. Я еще не пробовала ничего из люксового ухода, получается, именно из крема. Этот крем приятно пахнет, у него приятная текстура. Я так понимаю, что так как он для жирной кожи, он менее липкий, менее жирный. То есть я его намазываю, он очень быстро впитывается. И, скорее всего, если я буду еще его покупать, то я куплю этот же крем, но для сухой и жирной кожи, потому что на ночь хочется больше ухода, больше питания. Следующий крем, это крем от Поет. Он с эффектом сияния, это дневной крем. Я наношу его буквально второй или третий день, поэтому ничего не могу про него сказать. Он вроде как против пигментных пятен, то есть он работает на осветление кожи, на улучшение ее тона, именно для выравнивания тона. Поэтому мне кажется, это все-таки долгий процесс, и за 2-3 дня вряд ли что-то можно понять. Давайте приступим к самому интересному. Это декоративная косметика. Это, конечно же, пакетики от Chanel, которые у меня стоят здесь. Несколько видео назад я вам рассказывала о трендах, по-моему, в макияже 2020 года. В том видео я показала коллекцию от Chanel, которая вышла с камелией на помаде. И эта помада, наконец-то, у меня появилась. Если честно, я обошла просто все, наверное, магазины в округе. Я нигде не могла найти ни нужного оттенка, ни вообще самой помады в некоторых магазинах просто не было. И когда я нашла там, где она продается, я исходила из тех оттенков, которые были в наличии. Скорее всего, я бы взяла другой оттенок. Но тот оттенок, который я купила, мне безумно понравился, поэтому я не жалею. Это помада, которая называется Rock Allure Velvet. Вот так она выглядит. Я очень стараюсь не показывать вам свои руки, потому что я получила химический ожог, и у меня повреждены они. Поэтому, если что, извините, если они попадут в кадр. Обратите внимание, что эта помада вот таким интересным образом открывается. И посмотрите на оттенок. На самом деле, я, когда уже пришла домой, поняла, насколько он красивый. И у нас было очень мало оттенков представлено в целом по Питеру, поэтому мне даже повезло, что я нашла именно его. Сейчас на камере очень сложно понять что-либо, но, поверьте, на губах он безумно красивый. Он темнее, чем на камере, и он прям такой глубокий, красивый-красивый цвет. Еще одна покупка тоже из магазина Chanel. Это пудровая помада для губ. Она сейчас у меня на губах, вот в таком вот формате. Очень красивый оттенок. Круто на каждый день, круто на вечер. Вообще, очень универсальная помада, и у нее обалденная текстура. Вы наносите ее на губы. Она ощущается таким легким-легким, как будто бы кремиком, я даже не знаю, как сказать, но как будто она засыхает и становится такой, как чуть-чуть, даже не вельветовый, не знаю, как описать. Короче, пудра, которая немножечко с кремовой текстурой, с ней очень комфортно. Она не сушит губы, она не... Она такая прям невесомая. Я не знаю, как описать. Будете в магазине попробуйте. 978 оттенок. Кстати, нет, не пробуйте, потому что сейчас в связи с вирусом вообще все эти штуки нельзя делать, и лучше сидите дома, никуда не выходите. Посмотрите где-нибудь его на сводчах, потому что он очень красивый. Я прям влюбилась. Я второй день просто постоянно ей пользуюсь, постоянно мажу на работе, с работы, во время обеда, постоянно я с ней. Обратите внимание, как красиво упакованы, кстати, все подарочки, все мои покупочки из Chanel. Почему так много пакетов? Потому что я делала их в разные дни. То есть я делала покупки в разные дни, поэтому так много пакетов, если честно. Еще у меня есть вот здесь покупочка, но я хочу ее открыть на видео. Это пудра. Там пудра от Chanel. Она очень красиво упакована. Она очень крутая, я уверена. Просто в этом я попозже ее вам открою. Но сейчас пусть она пока полежит там. Еще я сделала одну покупку с сайта Культ Бьюти. Это пудра транспарантная. И палетку от Шарлотты Тилбери здесь хайлайтер и скульптор находятся. Сейчас я вам покажу. Сразу скажу, вот я пользуюсь этой пудрой неделю. Шикарная пудра. Она мне понравилась гораздо больше, чем пудра от Eves Saint Laurent, которая у меня последняя. Но это разные немножко вещи. У меня там компактная пудра, прессованная здесь. Она рассыпчатая. В чем плюс этой пудры? В том, что она не белого цвета. Она все же немножечко с оттенком. И поэтому она вообще незаметна на лице. Она действительно ложится полупрозрачным слоем и прям очень классно монтирует. Она очень классно закрепляет макияж. Я даже не ожидала. Первый раз я увидела ее в видео у Наталины MUA и подумала, что когда-нибудь я ее обязательно попробую. И решила заказать ее как раз со скульптором от Шарлотты Тилбери, потому что все хвалили оттенок, который здесь в этой палетке. Если честно, я не особо в восторге от этого оттенка, потому что на мне он все равно немножечко, совсем чуть-чуть рыжит. То есть он не совсем такой тауповый, как говорят, да, такой не серо-коричневый, он все же чуть-чуть с желтинкой. Вот вы сейчас можете его на мне увидеть. Здесь немножечко нанесено. Конечно, по камере не очень заметно, но мне кажется, что он немножечко желтит. Хотя я могу ошибаться. Я при дневном свете потом также потестирую, посмотрю. Но здесь очень хорошая пигментация. Это прям здорово. И хайлайтер, он очень-очень нежный. Он очень-очень такой сияющий, совсем деликатный. Но второй раз я, скорее всего, ее никогда не куплю, потому что это все же очень-очень дорого для такой вещи. Например, у NYX есть... Я сейчас не пользуюсь NYX, но у меня до сих пор есть румяна, которые получаются как скульптор в оттенке тауп, как раз, который все хвалят. Это идеальный, вообще идеальный оттенок для контуринга. Он стоит 600, по-моему, рублей. По крайней мере, я стоила, когда я покупала. Последнее средство, которое я вам покажу, это Dior Forever в оттенке 0N. Если честно, мне безумно понравилось тональное средство. Я им никогда не пользовалась, потому что каждый раз, когда я приходила, не было моего оттенка здесь. Я увидела его на распродаже. Конечно же, как еще, извините, я заговариваюсь, я после работы записываю сейчас второе видео, поэтому немножечко путаюсь в словах. Что хочу сказать по этому средству. Оно очень понравилось по нанесению, по тому, как оно держится на коже. Хотя, знаете, мне кажется, оно немножечко мне с желтинкой такой, то есть дает желтинку, но оно настолько незаметно, что я готова ему это простить, потому что он очень классно ложится на кожу. Несмотря на то, что он достаточно плотный, здесь написано, что стойкость у него 24 часа. Он действительно очень стойкий. На этом все. Я очень рада, что вы посмотрели это видео. Я безумно рада также, что наконец-то купила то, что так давно хотела. Это касается духов, это касается вот этой помады от Chanel, это касается вообще в целом декоративной косметики от Chanel, которую я очень-очень давно хотела и безумно ее люблю. Еще раз большое спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте большие пальцы вверх. Пишите о том, что вам понравилось из этого видео или что бы вы хотели видеть еще. Я всех целую, всех обнимаю. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok